Азбука Вкуса 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 Задание Я предлагаю Обращать свое внимание на Константина Да И начнем с вами беседу Сколько нужно Все Все Да у нас все таки Ленний такой пирог Да там должно быть максимальное количество Фруктов Константин Да Давайте начнем с Истории С того как вы вообще попали в театр Я знаю что вы уже Были на нашем канале Рассказывали об этом Но все таки хотелось бы Ознакомить наших телезрителей Еще раз и напомнить об этом Как я попал в театр Ну случайно Мимо проходили? Ну типа того Так получилось Дело в том что я В принципе Эээ Видя какая-то сложная профессия Я решил себе выбрать что-то полегче Стать военным Я себя готовил Это называется полегче Ну Поверьте мне что В некоторых случаях Даже так Эээ И вот я готовил себя К военному училищу Хотел стать десантником Понимался единоборствами Бегал по утрам Вот так же как и Виктор Только Наверное не такие длинные дистанции Кстати А Виктор вы сколько бегаете по утрам? Десятку Десять километров Нет Ну я конечно нет Я километра три Но в кирзовых сапогах И с 16-килограммовой гирей на плечах Ага В виде брения жилета Или сама Просто гиря Просто держал гирю Да И ну Готовился А потом Так получилось Что мне сказали Что из Из армии легче поступить В военное училище Мне надо было где-то потерять год И у меня был выбор Значит Или пойти в педагогический На физкультурный Да Или В консерваторию Там набирали актеров Музыкальной комедии Константин Я извиняюсь На секундочку Вас перебью Обратите внимание Вы нарезаете абрикосы Я взбиваю яйца А потом Виктор Будет рассказывать Как готовил именно он Так Ну что ж Ну я как дирижер Хороший дирижер В театре Так что нормально Я смотрю вообще Во как одни руководители Ну и в конце концов Как главный режиссер В конце концов Я дирижирую процессом Если хорошо получается Почему бы и нет Так что И вы выбрали все-таки Я пришел в консерваторию Так как там было Раньше было прослушивание Посмотрел чем занимаются ребята И я подумал что Вернее меня вызвали на сцену Пригласили чтобы я станцевал Прочитал кое-что Что-то у меня получилось Что прочитали не помните Я не помню Я вас любил Любовь еще быть может Но может быть Не может быть Я какую-то басню рассказал Потому что остальное У меня еще не было подготовлено Меня допустили к экзаменам И я все сдал На удивление моим учителям Все сдал На пятерке У меня только одна четверка Была по сочинению А в школе я как бы Хорошими оценками Не отличался И таким образом Через год Уже будучи студентом Мне сделали так Чтобы я не знал Отсрочку первую Потом вторую отсрочку И после этого Президент Молдавии Дал приказ С высших учебных заведений В армию не брать Так что в армию Я попал уже прослужив Три года в театре Джинта Латына Но все равно Побывал в армии Вот И даже после После окончания После окончания Консерватории Я кстати там Познакомился с Румынским каскадером Он преподавал Каскадерское дело А я сцен движения В институте искусств Тогда Институт искусств И хотел стать каскадером Я даже побывал в Румынии Он меня пригласил Позанимались чуть-чуть То есть вы даже знакомы с хитростями этого дела Ну да Что умеете выполнять Какие трюки Ну в основном я как бы специализировался все равно на драках Потом там Меня учили как бы Ездить на лошадях Причем там у них Такая традиция Есть буфтя Такая база каскадеров И значит У них традиция Кто падает с лошади Значит тот должен выставить Естественно я Первый же день свалился Больно падать? Знаете Я не успел понять Потому что У меня как бы Определенная Спортивная сноровка была И для того Чтобы лучше чувствовать Лошадь Меня посадили Без седла Просто высоковато Не ну нормально И значит я был в плавках На коне Или на лошади Но не помню И в общем И Адриан говорит Давай чуть подстегни И значит чуть подстегнул Она значит Перешла на голоб И на повороте Я чувствую что я соскальзываю Значит я соскальзнул И схватился значит За шею Коня И Долго естественно Так не провисел И я Расцепил руки Сделал кувырок назад Так чтобы лошадь На меня не Не наступила И вот так и все В общем все это быстро получилось В цирке Это как называется Джигитовка по-моему Да Ну типа тоже Ромка Джигитовка Так что видите Не только Не только Вы знакомы Да с какими-то Хитростями Каскадерского искусства Но еще и с джигитовкой Ну так получилось Да Потом мы В Чинто-Латино В театре У нас был Был такой спектакль Шоу на Чинто-Латино Я там поставил драку Мною разбивали стол Вами Да Стол серьезный Настоящий или все-таки Настоящий стол Ну естественно Там было чуть подпилено Мы там подставляли дощечки Меня били с ноги в лицо Я падал на этот стол Стол разламывался Ну в общем вот так было Кстати Можете показать Надиме театральный удар Нет спасибо Я хочу чтобы этот стол Остался целым Зачем Мы не о столе говорим Мы о вас говорим Как раз Добрая душа Ну я как бы вот Выпустил Уже три курса Получается Я им преподавал Сценический бой Сценическое движение Фехтование Ну то есть Вот мои коллеги Которые сейчас Работают в театре Константин Вот я помню Одну историю Скажем так Из времен Моего юношества Раннего детства Или позднего уже Детства получается Позднего детства Раннего юношества По-моему Это было в театре Чехова И на каком-то спектакле Был момент Когда актер Должен был Немного разогнаться И головой удариться В панель Около двери Это был спектакль Слуга Двух Господ Правда Было такое Да И я бился Об этот Об эту панель И я помню Был момент Когда вы Значит таки вы Немного промахнулись И попали в соседнюю панель Тогда это был я Потому что я помню Что тут же Звук был другой Открывается резко Дверь Оттуда выглядывает Какой лицо Все понятно Я вспомню Значит там Первый раз Я разгонялся Бился головой А потом я просто Бился как будто бы Но все эти звуки Озвучиваются Ногой Ногой Да Руки Зритель видит руки Видит как я замахиваюсь Ну Это была такая Режиссерская фишка Потому что я помню Открывается дверь Оттуда такое Запуганное лицо А все в порядке Все можно На самом деле На сцене Хотя некоторые допускают Настоящие Как бы Пощечины Удары Но в принципе Я считаю Что это неправильно Потому что Если мы будем По-настоящему Бить друг друга На сцене То тогда надо По-настоящему Стреляться И пить яд Ну это И кушать Тоже по-настоящему Ну вы знаете Есть спектакли Где есть Исходящие реквизиты Я их очень люблю Эти спектакли Да Так и всю Так и да Пол-литра Вдревес А вы что Хотели что-то себе Оставить Конечно Сметанку И пол-литра Дима Вы шревоугодник Просто А что делать Как вам не стыдно Есть такое Давайте взбивайте У вас хорошо получается Я боюсь Что лет через пять Будут толстым-толстым Это насчет Шревоугодия Так хорошо После После сметаны Что мы сюда отправляем После сметаны Здесь у нас яйца Сейчас Вбитые сметаны Мы отправляем Растопленный маргарин И потом потихонечку Начинаем Вбивать муку И доводим До кремообразной консистенции Так Давайте тогда Этим и займемся Давайте Добавляем маргарин Да Давайте сюда В маргарин Вот так То есть наоборот У нас здесь Емкость больше просто Давайте Сюда же мы добавляем Ванильный сахар Сахарная пудра нужна? Она уже там Пока мы разговаривали Как раз таки Это вот тот самый Маленький Штрешок Который Виктор В этом пироге Сделал своими руками Я думаю Что это не последнее Ну что Я надеюсь Так Ну что ж Что далее Разрыхлитель Да Распушевочь Мне нравится это слово Очень красивое Очень богатое Украинское слово Распушевочь У меня просто другая проблема Мне кажется Что у вас не очень хорошо Получается выговаривать Букву Р Поэтому вы Вместо слова Разрыхлитель Выбрали слово Распушевочь Мы тигры полосатые Ры 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 Что с этим Подайте пожалуйста Сколько муки нам необходимо Ну давайте А то есть посмотрим на глаз До конца До Что вы смотрите На мой глаз Ну вы же муку будете сыпать Так Ну что добавляйте Вместе с мукой Вместе с мукой А вот как-то вот так Я жалею что у меня сейчас не 4 руки Давайте подержу Спасибо Поверьте Это был не намек Так Такая консистенция нормальная Или надо еще 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 Добавляйте пожалуйста муки Так Да давайте Прямо рукой Так Активнее сбивайте То есть Хоть какие-то физические упражнения В течение месяца Должны присутствовать В вашей жизни То есть это вы сейчас Такой намек Да что два спортсмена Стоят вокруг меня И один я Не занимаюсь физическими Я кстати хотел бы похвастаться Я купил велосипед Да Теперь катаюсь Так что физические упражнения Появились и в моей жизни Виктор И сколько вы на нем проезжаете Метров 100 Нет Вчера В 150 53 километра Да Но вообще кстати Когда-то во времена моей молодости Это было километров по 50 за вечер То есть да Так нормально катались На велотренажере наверное Нет На велосипеде катались А у нас в театре в прошлом году Появился тренажерный зал Так что Пожалуй приходите к нам Серьезно Да Мы зимой купили там несколько тренажеров И теннисный стол Так что И теннисный стол И актеры у нас Вот Да Давайте Поддерживать форму И груша висит боксерская Вот Вот Так Так а для посторонних То есть в открытом мире Ну в принципе Ну мы же не посторонние Давайте скажем Спасибо Можно еще немножко Муки Еще чуть-чуть Да Да Дима Активнее Активнее Работайте пожалуйста Смесь должна быть кремообразная Кремообразная Прекрасно Посмотрите Посмотрите Насколько Согласны с тем Что это кремообразная смесь Почти Почти Но не Все-таки Виктор Что вы понимаете в креме Он сейчас меня Как смотрит Нормально лицо красное Глазонолит и кровь Я же не знаю Я понимаю Даже больше Чем вы В высоком искусстве Так что нормально Не переживайте Так ну что ж Виктор так нормально Или еще Еще немножко Не жадничайте Скажу честно Начинает уже уставать Рука И нелегкая Это работа Вот Болота Это напоминает мне Сбивание крема Бешамель Так А когда мы добавляем Абрикосы Сейчас Прямо туда Перемешиваем Нет Аккуратно выкладывайте Сверху Художественно Как рыбью чешую Ну что ж Аккуратненько выкладываем И после этого Отправляем все это в духовочку На какое время Виктор Ну где-то на минут 30 Температура все время Щадящая То есть Я предпочитаю Работать с невысокими Температурами Он лучше пропекается Хорошо подходит И он становится Более нежный По консистенции То есть Ну времени уходит Чуть больше Ну ничего страшного Да Все Этого достаточно Да Ну что ж Дорогие друзья Закладываем пирог В духовочку Ханса В нашу замечательную духовочку Я надеюсь Что после рекламы Он уже будет практически готов Ну и кстати После той же самой рекламы Мы приступим К приготовлению шницеля Венского Венского шницеля И немецкого салата Вот такая вот у нас Интернациональная программа Сегодня Через пару минут Дорогие друзья В эфире вторая часть Программы Азбука вкуса У нас в студии По-прежнему Виктор Митин Один из лучших поваров страны И Константин Харет Директор Русского драматического Театра Имени Чехова Итак Что мы готовим Во второй части Во второй части Готовим картофельный салат Зал Крауда Собственно говоря С него и начнем Да Можете приступить Для начала Почистить картофель Я картофель Я его и почищу Дорогие друзья Прямо Тарас Делево Прямо Тарас Я думаю Несложный процесс В общем-то Скажем так Вы не сможете Испортить А чем же Виктор Сейчас будете Заниматься Вы Я по-прежнему Буду руководить Процессом Понятно То есть Вы сегодня Больше разговариваете Константин Да Хотелось бы поговорить С вами О театре А вот это Зря Почему Не, ну я пошутил Кстати мы Да Наверное мы Единственный театр Который Работает еще И в июле Месяце Все обычно В отпусках Ну да Большинство Уходит В отпуск Но мы правда Будем работать Только до середины Июля И будем давать Еще и детские Спектакли Я вот чувствую Чувствую Сейчас реклама пошла Дорогие друзья В июле Да Ну и в июне И в июле Знаете я Посмотрел по данным Прошлых лет И подумал Еще так Как бы Поговорил С друзьями С С другими людьми И в принципе Летом Ведь театры Не работают Несмотря на то Что Большинство Уезжают куда-то На отдых Все равно Кто-то же Остается Да Огромное количество Народных И если Детей Не везут Куда-то В лагеря Или куда-то В деревню То им В принципе Деваться Некуда И тут Бац Русский театр Театр Чехов Пожалуйста Дима Можете Сходить на спектакль Благо Вы не так далеко Ушли от Донецкого возраста Так что Это как раз Таки Вам по духу Вы знаете Виктор Я вот скажу Честно Положа руку На сердце Не так давно Пересчитывал Уж простите Волшебника Изумрудного города Я не знаю Попалась Просто под руку У меня такая Ностальгия Замучила Вот Перечитал Получил огромное удовольствие Ну В таком случае Тоже похвастаюсь Я время от времени Пересчитываю Туви Ясан Моги Толик Мне очень нравится Это замечательное Драматическое произведение Так что простите Виктор Особенно маленьких Этихнотаров Извините Виктор Так что Ваша подколка Не прошла Кстати о ностальгии Мы вот уже Второй раз Ездим в Израиль И Играем И сказку И вечерний спектакль И взрослые Константин Простите пожалуйста Но фраза Кстати о ностальгии Мы тут едем в Израиль Я мосту К тому Что зритель Израильский зритель Который сидел На наших спектаклях У нас Мы Везли туда День рождения Кота Леопольда И 38 попугаев Да Они подпевали Песни Взрослые Подпевали Песни Те которые звучали В наших сказках Но с советских времен Ну так это же Это же все Реально впитанное Такое вот С молоком матери Практически Это очень родное Правда Я подсмотрел Селочку Через кулисы Да Смотрят Как они сидели Смотрели взрослые Ощущение было Такое что им Интереснее чем дети Это те же самые дети Ну так Кстати вот хотелось бы Раз вы сами признались Да что подглядываете В щелочку Из-за кулис Ну бывает В антрактах Гуляете ли по По холлу Скажем так И подслушиваете Или о чем В костюме Каталия Это одно из правил Театра Что актеры Не имеют Которые участвуют В спектаклях Они не имеют права Появляться на зрителях Нет Нет Если вы не участвуете В спектакле Если не участвую Ну Не подслушиваю Но прошу людей Чтобы они Да Чтобы они Как бы Послушали Потому что Где-то я вычисовал Что если после спектакля Зритель говорит О спектакле А не о чем-то Отвлеченном То тогда Ему спектакль Не важно Хорошо или плохо Но тогда Если Зритель говорит О спектакле То значит Это уже хорошо Я уверен Или ругает Или хвалит Но не важно А то есть главное Чтобы не были равнодушны Да Однозначно Кстати вот Опять же Если говорить о спектаклях Есть ли какая-то Любимая роль Которая близка Прямо вот отсюда Я не знаю Но наверняка Есть семьи Где Кого-то из детей Любят больше Да Но В большинстве Это семей Я думаю Что нормально Когда обоих детей Или ты Всех детей Любишь одинаково Это то же самое У меня Наверное У каждого актера С роли Ведь в каждую роль Вкладываешь Не только кусочек Своей жизни В прямом и в 90-ом смысле Потому что Сколько мы там Допустим Месяц или полтора Работаем Над спектаклем Но все равно Отдаешься К каждой роли Будь то маленькая Или большая Все равно Она полностью Твое детища Да Да Поэтому Я не могу сказать Что какая-то Еще большая Нет Какая-то роль Мне нравится больше Я люблю Играть и в больших Ну естественно Каждый актер мечтает О какой-то большой О больших ролях Да О больших ролях Но я и в маленьких тоже Ведь маленькую роль Тоже можно сделать Так Запоминающийся Что запомнится лучше Чем большая Кстати Вот практически Любой актер По крайней мере Я еще не встречал актера Кто бы сказал Что сыграть Гамлета Не хочу Есть ли такое Действительно Такая панацея У всех актеров Ну не знаю Как-то потом интервью Это с мэтром Нашей сцены Я сказал Что у меня нет Мечты сыграть что-либо Он мне не поверил А ты лукавишь Я говорю Нет На самом деле Я слава богу Не был обделен Свою театральную деятельность Ролями Да Я играл Начиная с Труфальдина Да И заканчивая Сейчас последние Ричард Третий Шарикова То есть В моем Скажем так В моей жизни Было очень много Хороших Ярких Ярких ролей И образов Которые мне Как бы Помогли сделать Так что Я не знаю Что Хотел бы я Что-либо сыграть А насчет Тени отца Гамлета Как Можно Это можно Кстати Вот у нас Есть такая традиция Мы театральных актеров Которые приходят К нам в гости Просим сделать Одну вещь Я знаю Что есть Такой Монолог Быть или не быть Вот в чем вопрос Которые все актеры мира Играют по-своему В прошлый раз Когда у нас был Ваш коллега По театру Дмитрий Коев Так Он Стояла бутылочкой Вина у нас на столе Которая необходима была Для готовки Вот И он Глядя на бутылочку Сказал Пить или не пить Вот в чем вопрос Как бы вы Вы Выдали эту фразу Дмитрий Коев Как бы он недаром Учился на режиссерском Факультете И поставил столько Столько спектаклей Он кстати Очень хороший спектакль Поэтому с режиссером Спорить сложно Тем более Что он зрел В самый корень То есть Пить или не пить А ведь очень важный вопрос В самом деле Очень важный вопрос Так что Я не то чтобы Поповторился бы Но я Коллегиально Я с ним согласился Потому что Вы знаете Исходя еще из того Что Один американский врач Сказал Что после 40 Необходимо Каждый день Выпивать Или 100 грамм Крепкого Или 200 грамм Некрепкого Некрепкого Для того чтобы Как бы Сердечно-сосудистые В общем Чтобы кровь не сгущалась Так что я с ним соглашусь Исходя еще из того Что у нас Очень напряженная работа Иногда приходится Вернее Надо расслабляться Без фанатизма Ага То есть Так что Я скажу так же Как Дмитрий Пить или не пить Кстати В этом плане У нас специально Друзья Для приготовления Вот в студии Есть немного коньяка Нам для чего Понадобится коньяк Мы будем фланбировать Пирог И он приобретет Замечательный Легкий Такой тонильный оттенок Дубинные вещества Собежащиеся коньяки Выпарятся Мы получим Необыкновенный вкус И аромат И аромат Давайте я его Подальше На всякий случай Не 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 Позвольте Позвольте Так Ну что ж Турки Тренируйтесь Тренируйтесь И когда-то Достигните вершин Сможете не только Нарезать масло Но и Что-нибудь делать еще То есть через какое-то Количество лет У меня даже есть шанс Стать шеф-поваром Нет Помощником повара Сейчас можете Нарезать лучок Как его резать? Что с картошкой делаем? На одну дощечку Насколько крупно? Мелкими такими колечками Нет Не совсем Вот эту часть Мы оставляем вам Можете взять себе Надолго Длинную память И вот так Я понял Хорошо Все Лук Лук Да Лук весь Мы сначала Забрасываем лук Потом Забрасываем картофель И потом Забрасываем бекон И потом бекон Ох Ну получается Такой практически Наверное традиционный Какой-нибудь Великобританский завтрак Нет Не совсем Британский завтрак Но там яичница с беконом Да Там яичница с беконом С картофелем И с Гиннесом Самое главное Британский завтрак Подает всегда Пинту пива Гиннес Ну вот видите Как бы вы сказали Что там традиционно Картофель Бекон Но и у нас в принципе Картофель Бекон Но чуть-чуть Другой интерпретации Да Но все-таки У нас веншки шницель То есть Мы получаем немецкий обед Немецкий обед Да Давайте приближаемся Пора бы Пора бы Да Так Ну что ж Отправляем сначала лучок Лучок Я прошу вас Отправляем Насколько долго Это быстро жарится Мы быстро все сделаем На большом Температурочке добавим Ибо плита Ханса позволяет То есть Так Хорошо Вам наверное нужна Какая-нибудь деревянная лопаточка Да Помешайте У вас опять-таки Хорошо получается Ну По чутким руководствам Да Что дальше Все-таки вот оценили Приятно Приятно Да Что далее Даем ложку прогреться Чуть-чуть Запассируем его Потом добавляем картофель И потом добавляем бекон Бекон Прямо вот такими вот ломтиками добавляем Да Немцы нарезают его Как правило Кубиками Но мы сделаем Несколько креативных вариантов Так Ну что ж Пока жарится лучок Я предлагаю вернуться К разговору с Константином Директор считается Да Что это должность такая Очень Отнимающая Очень большое количество времени Как вам хватает И директором быть И при этом В театре играть И при этом Наверное В новых постановках участвовать Не хватает времени Как справляетесь Ну как Тяжело В 9 Я значит В театре До 11 Я директор С 11 Там до 2 Сейчас до 4 У нас репетиции Нового спектакля Кстати Который О Расскажите пожалуйста Который Новая премьера Состоится 12 и 13 июля Это комедия Рабочее название Будьте здоровы Ну я думаю Что будет называться Месье умрет завтра Но мы пока еще обсуждаем Это название С режиссером Да С режиссером Так что комедия А чем будет спектакль Спектакль Скажем так С детективными Штришками Так что я не буду Расскрывать Но месье умрет завтра Я думаю Что это название Больше подойдет Мне очень нравится Есть такая шутка Мореобещающая Книга Под названием Убийца Садовник Обрела Новую интригу Когда выяснилось Что дело Происходило На съезде Садовника Так что Как-то так Вот Кто с вами Спектакль Еще Юрий Садовник Участков Приглашенный Режиссер Петр Хадыр Главный режиссер Театр Еминецку Вот Мы его пригласили И сейчас Он ставит У нас Второй спектакль Первый спектакль Это Собачье сердце Где вы играете Шарикова Где я играл Шарикова А можно попросить Вот сейчас Обрывалок Приходите На спектакль Приходите На спектакль Кстати Похвастаюсь Мне за эту роль Дали Молдавского Оскара За лучшую Мужскую роль Года Это было В прошлом году Так что Я вот Вроде получилось Очень интересно Кстати Раз мы Начали говорить О Взаимодействии Там с театром Ликурич Например Насколько я знаю У вас связывают Достаточно тесные Воспоминания Да Расскажите об этом Ну я выпустил Получается Вот уже Три Трех Скажем Поколения Три поколения Актеров Которые Сейчас Служат В театре Ликурич Вроде Хорошие актеры Они тоже Получают Призы Я кстати Преподавал Тоже Я повторюсь Сцен движения Сцен бой И вот Сейчас они Да Кстати Такой маленький момент Дорогие друзья Мало того Что директор Актер Так еще и Преподаватель Вы только себе Представьте Как у вас на это Время Ну опять же Мы уже говорили Не хватает Ну и после этого После репетиции Если вернуться До четырех У нас репетиции После четырех У меня свободное время Которые Занимаюсь Директорством Директорством К шести Если у меня спектакль И спектакль Играю в спектакль До девяти А после девяти До Одиннадцати Двенадцати До часу Опять Директорство И потом Приезжаю Домой Ну правда Стараюсь сюжет Реже задерживаться На работе Тащу работу Вот домой Вот у меня Как раз Да Такой вопрос Назрел С супругой И дети Еще помнят Как вы выглядите Помнят Мы с ними общаемся По скайпу Ага Абрама С одиннадцати До семи утра Наверное Свободное время Где снова директор Когда можно Когда можно И поспать Да Ну и пообщаться Ну что ж Виктор Расскажите Что у нас там с салатом Ну салат Через пару минут Собственно говоря Готов То есть единственное Что остается Это его немного Поджарить Да Ну чтобы он Приобрел корочку Чтобы бекон Немножечко Тоже обжарился Аромат есть Да Аромат присутствует Это правда Дорогие друзья Сразу после короткой рекламы Мы начнем жарить шницель И украшать наш пирог Будет это через пару минут Поэтому оставайтесь с нами Не переключайтесь Дорогие друзья Дорогие друзья В эфире Третья Заключительная Часть программы Азбука вкуса Скажу честно Мы немного Не вписываемся В график У нас уже В принципе По традиции В третьей части Уже все должно быть Готово Но нет Нам еще остается Поджарить мяско И фламбировать Наш Летний пирог С абрикосами Все правильно Дорогие друзья Буквально Пару мгновений Еще нам необходимо Для того Чтобы отлить мясо Немножечко по другому Чуть по другому Как сделать Да-да-да Вот так Перенести Это как минимум Негуманно Остановитесь Все Готов кусок А вы всегда Так на кухне делаете Да Вот в этом Помогает боевое единоборство Да Да Не, вот это не надо Нам достаточно одного куска Не жадничайте То есть это жарить не будем Нет, это вы съедите сырым Потом ничего страшного Хорошо, хорошо, Вик Откладывай Так, что мы делаем далее Сейчас выкладываю Так Разрешите я саловую Золотистая корочка Есть на картошечке Прелесть, прелесть Сложно как-то назвать это салатом Правда, такое ощущение Что просто пожарили картошечку Добавили кусочек мяска Ну, тем не менее Это салат Есть еще один момент Да, да, да Какой В яйце добавляю Немножко уксуса Винного Да, да Винного уксуса То есть кто-то белого Кто-то красного Как правило, он подается С кислинкой легкой Да, друзья, обратите Сегодня мы Обратите внимание Сегодня мы используем Белый винный уксус Это не яблочный Даже, чтобы случайно не перепутали И не столовый Так, сейчас мы поджарим кусочек мяска Солим его на конец Или с самого начала Нет, с самого начала А потом панируем в сухарях Ага, хорошо То есть просто существует, да, бытует мнение Что мясо, когда жарят Его солят в самом конце Да Для того, чтобы не вытягивалось И для того, чтобы оно у нас будет панированное То есть поэтому такой необходимости нет Да Какое мясо мы используем на шницель? Берем антрикот, пидачный антрикот А если, допустим, шницель Может быть из свиной корейки, например? Ну, на самом деле, версий сейчас очень много Делают и куриный шницель, и свиной шницель Но правильно, в общем-то, телятина Правильно телятина Все-таки телятина Да Константин Да Снова хочется задать вам пару вопросов Пока панируем мяско Вы уже, как вы говорили в предыдущей части Выпустили не одно поколение актеров Воспитали, скажем так, как преподавателей, да? Что касаемо молодой гвардии театра имени Чехова Планируется ли? Ну, сейчас в институте, в академии искусств Им еще год предстоит учиться Да, и возможно, кого-то мы возьмем в татар Но они все равно пойдут еще в двор И, возможно, кто-то к нам придет в татар Тут, вы понимаете, очень важно молодому артисту, как мы говорим, не зазвездиться Не почувствовать себя звездой раньше времени Потому что это достаточно сложная профессия И чем выше взлетаешь, тем больнее падать, как говорят Поэтому они после окончания, вернее, даже сейчас по ходу обучения Уже есть где-то Актери, да, уже себя чувствуют звездами Больших и малых театров, как обычно говорится Кстати, вот вас никогда не цепляло звездное болезнь? Ну, не знаю, мне сложно сказать Это, наверное, коллеги должны говорить Но я стараюсь, скажем так, не болеть Кто-то сказал, что когда актер уверен, что он уже все знает Да, то тогда на нем можно ставить уже крест То есть я, у меня все равно ощущение еще ученика Все равно у меня вот постоянно присутствует Я готов учиться, я смотрю, как работают наши мэтры на сцене И, как я когда-то сказал, что наша профессия воруется На самом деле оно так и есть Мы смотрим, как работают другие актеры Нам что-то понравилось, какой-то жест, какой-то взгляд Мы это себе, скажем, раз в копилочку В копилочку, да, и потом где-то, ну, и выкладываем И мелькнул похожий взгляд Да, и похожие взгляды Вот, например, я помню, сидел, вернее, стоял мужчина Читал газету, ну, вот в парке, вот в этих вот Панно такие пошли Да, и, значит, он читал и ногу поднял на тросточку И вот в этом положении он как бы отдыхал и читал Я думаю, где бы мне это использовать? Ну, еще как бы нигде не использовал Харизматичная, да, такая вот позиция? Да, но вот это я вот помню еще со студенческих лет у нас Было наблюдение за людьми И вот это вот я как бы свистнул вот этот момент Нет, но нигде его еще пока не смог Ну, я уверен, что без дела этот момент не останется Ну, надеюсь, хотя кто знает, кто знает, может быть, как Мне кажется, не пропадают такие вещи Как у покойного сигнеева характерные жесты Вот, 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 вот Так, ну что ж, Виктор, что у нас с мясом? Мясо практически готово Практически, да Минуточку подержим под крышечкой Еще немножко так, чтобы, в общем-то, лимфа отошла Собственно говоря, оно у нас тонкое Обжаривается поэтому очень быстро Тем более на сливочном масле И к мясу мы еще подаем четвертинку лимона Это тоже, в общем-то, как по-немецки По-немецки? Да, они отжимают еще на сам шницель Лимонный сок То есть, в принципе, у нас салат с кислинкой Да и само мясо также будет с кислинкой Да, но и в то же время много пива Они употребляют много пива Или, в крайнем случае, берут страминер То есть, белое вино или рейнское вино То есть, или-или Так, и сразу после этого Как мы будем фламбировать наш пирог? Как мы будем фламбировать пирог? Мы возьмем коньяк Немножко подогреем его в духовке Пирог посыпем чуть-чуть сахаром И потом польем горячим коньяком И зажжем его То есть, будет эффектно, красиво и горячо Да, не знаю, правда, что по завтраку скажут Но как-то так Ну что ж, у нас уже практически готов пирог Время доставать его из духовочки, мне кажется Да Виктор, вы, как всегда, бумажными полотенцами Сжигаете себе пальцы, да? Ну, нужно И так сказать Опа Так, оп, только не на стол, да, пожалуйста На дощечку Спасибо Так, и у нас в духовочке греется коньяк Да Сколько ему еще надо прогреться? Да нет, уже, я думаю Уже хватает Да А потом вкусно, я тебя зажигал А, еще бы А я поджигаю, да? Да Угу Скажете, когда? Все, все Ох Долго должно гореть Горит, ясно, что не покрасно Я не знаю, насколько на экране видно, что он горит Надеюсь, это заметно Коньяк должен быть гореть, на самом деле Угу То есть, ну, собственно, пусть горит, а мы пока попробуем Ну, чтобы вы понимали, что это действительно горит Где-где-где Ага, вот Ну, все, выгорело А, действительно горит Фу Да, вы не приехали к нам пожарные Ну, что ж, дорогие друзья Прямо сейчас предлагаю начинать пробовать наше основное блюдо Пока выгорает коньячок Вот, ну, еще сбоку Так, прошу вас Тарелочки У нас и лимон Да, лимон Так, вот, по чуть-чуть Много Виктор, вам самый большой кусочек бекона Вы сегодня трудились на славу Отжимай, амур Отжимай На мяско все-таки или больше на салат? На мяско На мяско Салат мы уже окислили уксусом Ну, что ж, господа, пробуем Так, ваша елочка У вас Прошу вас, Константин Прошу вас Вот так вот Ну, что ж, мне интересно, как оно Мяско нежное Прелесть Виктор, что вы скажете? Душевно хорошо Сочетание с салатом Плохо Пришло время нашего десерта Летнего пирога Так же разложим в тарелочки И будем его выкладывать Так Спасибо Сейчас так, чтобы аккуратненько у меня получилось Виктор, просите Я сегодня попробую Сделать это сам Так Вот так вот Аккуратненько Я думаю, что удобнее, на самом деле, будет Какой-нибудь ложкой это все достать Можно и так даже Да? Так Опа Я думаю, что мы возьмем по маленькому кусочку, да? Спасибо Это будет достаточно для дегустации Так Следующий кусочек Виктор, как считаете, по консистенции удался? Да Да Все хорошо, да? Как раз видно, он очень воздушный, друзья, получился Именно за счет, опять же, того же разрыхлителя Кстати, насколько я знаю, разрыхлитель добавляется не только в тесто Вы так рассказывали про некоторые хитрости Можно фарш добавить, он будет пышный, воздушный И будет более такая паштетная масса, если его хорошо взбить Ну что ж, пробуем пирог, посмотрим, как он у нас получился Вкусно Ваши резюме по пирогу Вы же нехорошо Консистенция легкая, воздушная Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Азбука вкуса» заканчивается Константин, хочется сказать вам огромное спасибо за то, что в своем плотном, директорском, актерском, педагогическом графике нашли время для нас И вам большое спасибо, вот мне теперь уже не надо будет отлучаться на обед Время сэкономит Да, спасибо Виктор, и вам также огромное спасибо за то, что поделились хорошими рецептами с нашими зрителями и показали, как это правильно готовить Спасибо большое, я попробую это дома тоже приготовить, сделаю сюрприз жене Сюрприз супруге Ну что ж, дорогие друзья, на этом я говорю вам до свидания, желаю хорошей недели, до следующего воскресенья Спонсор-показатель передачи «Азбука вкуса» торговая марка Ханса Музыка